Рассказать, что глубочайшие, когда люди приходят сюда подготовленные, которые хотят сами что-то менять, и они, скажем так, участвуют активно в процессе тренинга, то самая, наверное, крутая способность, которая появляется у человека, это способность генерировать кластеры внутри собственной воды. Вы, наверное, знаете, что японские ученые сделали такой опыт, они замораживали воду в момент, когда рядом с ними играла классическая музыка, когда люди дрались и так далее, и они замораживали, и вы, наверное, знаете, что когда играло что-то гармоничное, была любовь и был поток, то вода собирала такие кластеры, очень красивые узоры. Как только поток был не очень хороший энергетический, она как бы создавала не очень красивые такие замороченные фигуры. Так вот, вы, наверное, знаете, что у нас мозг состоит на 98% из воды, и я думаю, что мы мыслим за счет именно вот этой вот штуки, за счет собирания вот этих ластеров. Так вот, я могу сказать, что когда человек находится в напряжении или в гневе, или в какой-нибудь беспокойстве, он беспокоится, в связи с этим его вода, которая попадает ему через рот, через воздух, она, соответственно, начинает принимать какую-то определенную структуру. И вот в этой структуре он привыкает настолько, его органы привыкают, есть органы, которые говорят, мы не приемлем эту структуру, нам в ней неудобно, они начинают болеть. И человек находится в этой структуре, ему говорят, слушай, надо ее поменять, а он не знает как, как перестать беспокоиться, как, ну как, всю жизнь беспокоился, вдруг перестает. И вот ему здесь говорят, смотри, вот так, вот так это можно делать. Ну как бы потихонечку-потихонечку я разговариваю, понимаю, вдруг у него это меняется, он домой идет и понимает, блин, что-то я ржу ни с чего, ни с того, ни с того, что там у меня. А потом появляется механизм, как это делать самому, потому что вот тренер-таблетка, это ужасно.